14 апреля у стен главного управления национальной полиции в Одесской области прошел митинг протеста против действий полиции, а именно после событий 10 апреля, когда были задержаны патриоты на Аллее Славы во время торжественного возложения цветов к памятнику неизвестному матросу. Это уже вторая по счету акция протеста возле здания областной полиции. Напомним, 10 апреля во время празднования дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков на Аллее Славы произошла перепалка между пророссийски настроенными гражданами и патриотами. Куликовцы вели себя агрессивно, выкрикивали антиукраинские лозунги. Все это происходило на глазах у полицейских, которые по непонятным причинам не реагировали на происходящее. В результате этого произошел конфликт. Полиция применила силовые меры в отношении украинских активистов. Были задержаны около 20 человек. На следующий день, 11 апреля, патриотические организации и общественники собрались возле здания областной полиции на еврейской 12 с акцией протеста. Патриоты требовали у полиции объяснения их неправомерных действий, проведения внутреннего расследования и наказания виновных. 14 апреля активисты пикетировали здание Главного управления национальной полиции в Одесской области вновь. Акции нет, хотя пан Головин обещал, что будут усторонены те, кто был причинен к этих беспорядков. И вот мы собрались задать несколько вопросов, так как нам кажется, что наша полиция не хочет работать, на жаль, и она работает на руку борьбы. Отвечать на вопросы к одесситам вышел начальный Главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. Для принятия объективной оценки событиям, которые имели место 10 апреля, надо провести комплекс мероприятий в рамках служебного расследования. По итогам будет принято решение направлений материалов в прокуратуру для принятия решения о возбуждении, вернее, об открытии уголовного производства по злоупотреблению, либо по превышениям действиям сотрудников полиции. Если будут выявлены новые факты, то, что касается квалификации, то материалы будут, соответственно, направлены в службу безопасности Украины. Помимо служебной проверки, в Приморском райотделе полиции проводится расследование по статье 296, часть 2, по факту хулиганских действий. После долгих дебатов активистам и полиции удалось прийти к общему решению. Начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин поддержал предложенную общественниками инициативу по созданию так называемой рабочей группы, которая возьмет на себя обязательства по расследованию ситуации, произошедшей 10 апреля. В так называемую рабочую группу войдут 4 представителя от общественности и 4 представителя от полиции.